Зажигательным выступлением квартета преподавателей открылись рождественские встречи в Развилковской детской школе искусств. Этой славной традиции уже 8 лет. Поучаствовать в концерте большое удовольствие и педагогам, и ученикам, для которых это отличный творческий импульс на их пути к музыкальному Олимпу. Концерт рождественской встречи – это дополнительная нагрузка для каждого ребенка. Это их самостоятельная работа, и это не экзамен, это не прослушивание, это просто их яркое участие в концертном действии. Высокую планку мастерского исполнения воспитанники школы искусств поддерживали на протяжении всего концерта. Юные звездочки сияли ярко. Ребята танцевали, пели и, конечно, дарили душевную музыку. Десятилетний Александр Сергеев покорил зал своей виртуозной игрой на домре. Инструмент этот непростой, но и исполнитель с характером. Волнение он попорол. Я постоянно собираюсь и стараюсь не думать ни о чем другом. Это выходит очень трудно. Хочешь стать музыкантом? Я еще не уверена насчет профессии. Я не могу ничего говорить. Жизнь непредсказуема. Всего в программе 10 номеров. Свои таланты показали более 50 ребят, среди которых воспитанники всех четырех отделений дышей – хореографического, музыкального, изобразительного, а также театрального искусства. Оно появилось в развилке два года назад. И сегодня юные артисты представили спектакль по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Исполнители главных ролей Оксаны и Вакулы, Надежда Мордакина и Алексей Жигур вспоминают, что кастинг они прошли легко, а потом были долгие месяцы репетиций и прогонов. Нам дали роли учить где-то летом еще. И мы учили, и начали с сентября все это ставить. Кстати, только сначала нашу сцену в хате Чуба, но потом уже всем дали весь сценарий и все начали учить. Это где-то уже с октября. Спектакль был великолепно принят зрителями. Всему творческому коллективу удалось передать сказочную атмосферу этого светлого праздника. А некоторые артисты особо запомнились и уже приобрели своих поклонников. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов и Екатерина Давлятова. Видное ТВ.